Доброе утро! В эфире новости в студии Анна Маскаленко. И вот главное к этому часу. На финальном этапе благоустройство двух барнаульских парков – Центрального и Юбилейного. Как идут работы и что в планах? Власти города накануне оценили результаты. 3,5 миллиона тонн зерна уже собрали в Алтайском крае. В регионе обработано 77% площадей зерновых и зернобобовых культур. Попасть в шахматный мир предлагают барнаульцам. В Алтайском институте развития и образования проходит выставка тематических конкурсных работ в шахматном стиле. Авторы – младшеклассники со всего региона. 3,5 миллиона тонн зерна уже собрали в Алтайском крае. В регионе убрано 77% площадей зерновых и зернобобовых культур. Как отмечают в Краевом Минсельхозе, в хозяйствах продолжается уборка технических, в том числе масличных культур, овощей и картофеля. На совещании Оперштаба федерального ведомства Сергей Межин рассказал, что установившаяся с 1 октября погода способствовала наращиванию темпов уборки. В поля вывели всю уборочную технику, организовали круглосуточную работу всех механизированных токов, работают более 500 сушильных комплексов. В Барнауле на финальном этапе благоустройство парков Центрального и Юбилейного. Их облагораживают по национальному проекту «Жилье и городская среда». Результаты работ проверил глава города Вячеслав Франк в ходе воизного совещания. В парке Центральном уже заменили плиточное и асфальтобетонное покрытие дорожек. Также смонтированы камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Занялись и озеленением. Высадили часть деревьев и посадки продолжают. Также оборудован пандус. Установили ограждение со стороны улицы Ползунова. Самый зрелищный объект – фонтан – тоже обновлен. Теперь он стал светодиодным. Появилась пешеходная часть. Продолжается установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов. На повестке дня вопрос, как сделать парки еще более привлекательными для барнаульцев. Парки должны жить. Я бы даже сказал, что изумрудный может являться примером для нас. Он живет там, проходят разные мероприятия. Парк Центрального района – там прекрасная сцена. Вот как раз вот эта историческая наша зона. Вот это есть сегодняшняя задача. Посмотреть вот эти объемы площади, если угодно, они должны зайти и в образовательный процесс. Но как совместить? Для этого у нас есть с вами комитет по спорту, комитет, очень важный комитет по культуре, молодежный комитет по молодежи. Вот это сочетание должно дать наполнению. На территории парка «Юбилейный» завершается уже второй этап благоустройства. Подрядчик обустроил пешеходные дорожки и велобеговую дорожку. Уже готова система освещения и видеонаблюдения. Установлен туалетный модуль, высажено более 250 крупномерных деревьев. Озеленять парк продолжают и сейчас. Особые слова благодарности хотелось сказать нашим неравнодушным жителям, которые все время участвовали от начала принятия решения, для того, чтобы этот парк был включен в программу. И вот до последнего момента курируют выполнение работ. Вот так вот действительно подход настоящих барнаульцев к своему городу. Вот так мы проявляем свою любовь. Новое место притяжения появилось в Новоалтайске. Там торжественно открыли сквер «Молодежный». Зону отдыха сделали по проекту «Жилье и городская среда». Она победила во всероссийском онлайн-голосовании. Сквер выбрали больше 3,5 тысяч человек. Над проектом работали два года. Средства выделили из федерального, краевого и местного бюджетов. В сумме больше 37 миллионов рублей. В сквере есть все для активного отдыха. Футбольная и баскетбольная коробки, спортивные тренажеры, а также зона для воркаута и детская площадка. Мы сейчас находимся в зоне для младшего возраста. Тут качели, карусели, горки. Тут как раз территория для малышей. Чуть дальше мы в центре видим посаженную елку. То есть мы сделали маленечко задел вперед. Это дерево вырастет, и мы, конечно же, будем его наряжать на Новый год. Это будет точка притяжения в новогодние праздники. Второй день в Барнауле в новом корпусе «Ранхикс» на партизанской 187 проходит ежегодный алтайский IT-форум. Это площадка встречи и обмена опытом для бизнеса и власти. Современная ситуация – это вызов для IT-бизнеса или окно возможностей, упустить которые нельзя? Ответы в нашем сюжете. Алтайский IT-форум – событие традиционное. Много лет он собирает профессионалов в различных сферах. Это защита информации, оборудование, сетевая инфраструктура и современные сервисы. Мы всегда позиционировали форум. Это как продвижение нашего регионального IT-рынка и помощь нашим здесь местным заказчикам в решении их задач. Потому что у нас очень много здесь умных, классных инженеров, которые пытаются решить проблемы. Но эти проблемы когда-то кто-то и уже где-то решал. И вот мы вот эту информацию приносим сюда и рассказываем. Эксперты считают, что уход с российского рынка многих западных компаний – это важный момент для определения вектора будущего развития отрасли в России. Мы справимся с этим и мы решим эти задачи. Сколько потребуется ресурсов, сколько потребуется времени – этот вопрос, конечно, определяется, в первую очередь, внешними факторами и возможностью мобилизовать все имеющиеся ресурсы – организационные, информационные, финансовые – и вложить их в правильное русло. В Алтайском крае в отрасли IT, телекоммуникационных технологий и связи трудятся больше 16 тысяч человек. Но кадровая проблема – один из важнейших факторов, преодолев который, индустрия сможет перейти к устойчивому росту. Нужны тестеры, нужны очень большие испытания. Потом для установки должны выезжать откуда-то люди, которых мы должны взять и обучить. И в этом плане это большая проблема. Я считаю, что кадровая проблема сейчас – она прям единственная, что нас держит. Потому что мы сразу начали расти во все стороны. Сегодняшней главной темой уже не просто сохраниться и не обеспечить свой бизнес какими-то локальными решениями, а нужно уже развиваться. И сегодня мы видим и на выставке, и в качестве выступающих уже действительно отечественных разработчиков, которые понимают, как решать наши задачи, каким образом, какими кадровыми ресурсами обеспечивать те непосредственно потребности, которые есть у IT-бизнеса, в том числе Алтайского края, для того, чтобы настроить их на правильный лад, и как включать наших айтишников во всю эту работу. Представители ведущих российских вендоров продемонстрировали на форуме свои программные и аппаратные продукты. Для участников предусмотрена обширная образовательная и деловая программа. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга, Новости. Шахматные поделки в Барнаул прислали по почте и привозили лично даже из самых отдаленных районах края. В Алтайском институте развития образования проходит выставка тематических конкурсных работ. В ней участвуют ученики с первого по четвертый классы со всего региона. Дети показывают, насколько по-разному можно посмотреть на шахматы. Насколько шахматы – это не просто такая плоскостная игра, это огромное пространственное воображение. Посмотрите, поделки – они и двухмерные рисунки, но и трехмерные, многомерные поделки, которые дают возможность под разным углом посмотреть. И мы открываем, наверное, в шахматы совершенно новые горизонты. Впервые такая выставка прошла в прошлом году. Ее представили на межрегиональной конференции по шахматному образованию. Тогда было около ста поделок, в этот раз вдвое больше. Беседуя с участниками, мы узнали, что некоторые участники нашего конкурса не играют в шахматы, но проявили интерес. Это важно. Мы надеемся, что этот конкурс будет для таких ребят стартовой точкой для занятия шахматной игрой. Победители конкурса определят в ноябре. Они получат обучающие книги по игре в шахматы. Продлится выставка до 20 октября. Попасть на нее можно бесплатно по предварительной записи по контактам, представленным на официальном сайте Алтайского института развития и образования. Возрастных ограничений нет. И к этому часу у меня все. Спасибо, что были с нами. Нашим телезрителям хочу напомнить, что эти и другие новости всегда можно найти на нашем официальном сайте gt24.ru. Не переключайтесь. До встречи в 13.00.